Совсем скоро вся страна отметит 77-ю годовщину Великой Победы. Тверская земля напрямую причастна к уничтожению коричневой чумы. Первый освобождён областной центр, страшная битва за Ржев, всё это Верхневолжье. Наш регион на себе сполна познал ужасы нацизма. Именно поэтому особенно важно не дать ему поднять голову даже сейчас, спустя столько лет после разгрома фашистской Германии. На дворе май 2022 года. Прошло 77 лет со дня Великой Победы. Однако снова на нашей земле рвутся снаряды. Опять идёт война с нацизмом. Мы всё это уже проходили, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Тогда уже в июле враг вошёл и на Тверскую землю. Осенью за считанные дни пали Ржев, Старица. Фашисты поступили к Калинину, сил для обороны которого не хватало. В полках дивизии, которая была измотана в предварительных боях осени 1941 года, было в среднем 430 человек. Конечно, линии фронта, которую они держали почти 20 километров, таких сил явно недостаточно. То есть слабо укреплённая была линия обороны. И, конечно, перевес был на стороне врага. Поэтому уже 14 октября, буквально на следующие сутки, город был захвачен врагом. К счастью, по сравнению со многими другими советскими городами, Калинин менее двух месяцев находился в оккупации. Он стал первым областным центром, окончательно освобождённым от нацистов. Следующим важным этапом сражения на Тверской земле стала Ржевская битва. Она вошла в число самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Вот что вспоминает Иван Кладкевич об одном из боёв, произошедших в феврале 43-го. И в этом бою в течение двух-трёх часов погибло с нашей стороны. 70 человек было убито и 547 человек было ранено. 22 февраля 43-го года для меня был второй день рождения. Ржев был освобождён в марте 43-го года. Его значение понимали даже наши союзники. Неудивительно, что с освобождением города Сталина лично поздравил Черчилль, а сам Верховный главнокомандующий. Именно сюда единственный раз за всю войну приезжал на фронт. Черчилль поздравил Сталина по случаю освобождения нашего города. Он написал ему письмо 4 марта. Черчилль знал, что Сталин большое значение придаёт Ржеву. Действительно так. Верховный ведь сюда приезжал. Это уже известный факт, достоверный факт. Зачем Сталин сюда поехал, многие спрашивают, ну зачем поехал. Мы считаем, что всё-таки он поехал посмотреть, что же это за место, откуда больше года столице угрожал враг. Значение событий, происходивших на Калининской земле, подчёркивают присвоение сразу двум городам региона званий «Город воинской славы», а также строительство грандиозного мемориала советскому солдату под Ржевом. В 2020 году на церемонию открытия прибыли главы сразу двух государств – России и Белоруссии. Сдавался мемориал по инициативе ветеранов-фронтовиков, которые также стали почётными гостями мероприятия. Даже теперь, спустя почти 80 лет со дня Великой Победы, мы не должны забывать, что нацизм – это большое зло. Достаточно вспомнить трагедию деревни Хсты Пеновского района. Старики, женщины, дети, те, кто не могли оказать в сопротивлении противника. При отступлении из Пеновского района, в период Тарупицко-Хомской наступательной операции, эсэсовцы сожгли жителей деревни. 78 человек, выжить одной осталось, одна женщина. Преступление похоже на те, которые сегодня проходят на Украине. Прикрываясь мирными жителями, нацисты также выставляют их как живой щит и убивают. И здесь действительно обнаруживаются поразительные параллели между событиями 40-х годов и современными. Жестокость нацистов – немецких, а теперь и украинских. Хотя, почему же теперь? Ведь с бандеровцами на своём долгом веку успел столкнуться даже фронтовик Иван Кладкевич, когда в 43-м году в Белоруссии сортировал военнопленных. Из-за этих пленных немцев, они же сами немцы, немцы говорят, это ваши, то есть бандеровцы. Понимаете, это был октябрь 1943 года, которые воевали вместе с немцами против нас. Ну, а потом у меня много было товарищей, и даже некоторые из них погибли там, понимаете, от бандеровских рук. Если же возвращаться в нынешнее время, то поддерживающая нацистов киевская власть, устраивающая гонения на всю русское, по сути, не оставила России никакого выбора, кроме как провести операцию по денацификации. Массовый героизм в ходе нынешней спецоперации демонстрируют солдаты и офицеры из всех субъектов нашей Родины. Тверская земля, которая в своё время настрадалась от нацизма, не осталась в стороне. Вот и сегодня на территории соседнего государства проходит специальная военная операция по зачистке от националистов. Мы абсолютно поддерживаем президента Российской Федерации, мы поддерживаем нашу армию, наших бойцов Росгвардии, которые принимают участие в этой специальной операции. Мы уверены в победе. Все понимают, что, как говорили в Великую Отечественную, наше дело правое. Тем более, в виде, например, во что превратили Мариуполь украинские военные. Это может подтвердить и тверской волонтёр Даниил Тропкин. Он лично видел разрушенные дома. Ему рассказывали местные жители, как вели себя бравые бойцы ВСУ, которые говорили, что они всего лишь защищают простой народ Украины. Разворачивали около дома, в дворах, в этих ненамётные позиции. И, конечно, прилетала ответка по этим позициям и задевала дома. Конечно. Были и случаи, когда снайпера простреливали мальчика. Я снимал интервью про него. И он рассказывал, как у него мама погибла, дом разрушен. И вот он в один момент рассказывал, что снайпер украинский пострелил дяде ногу, потому что он там выходил что-то делать. В целом же совершенно понятно, что первопричиной трагедии, которую мы сегодня наблюдаем на Украине, является безответственная политика Америки. Ради достижения своих целей она стравливает украинцев и россиян. Однако нет сомнений, что операция по уничтожению пронацистских формирований закончится успешно. Так же, как это было в Победном 45-м году.